Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь впускного клапана редуктора низкий блок 1 блок 1 Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, Mercedes-Benz, Sprinter, Smart, Ram и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, сохраненный код P2048 означает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил недостаточное напряжение в цепи управления для клапана впрыска восстановителя для блока двигателя 2 и системы селективного восстановления катализатора SSR-1 Банк 1 относится к банке двигателя, который содержит цилиндр номер 1 Каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех выбросов выхлопных газов Хотя некоторые применения также оснащены ловушкой NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, EGR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX Тем не менее, сегодняшние более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов только с помощью EGR, дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и ловушки NOX Именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления SKV, системы SSR впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром, уловителем NOX и, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид Точно синхронизированный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это увеличивает долговечность фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу Вся система SSR контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ Нагреватели-восстановители используются для предотвращения замерзания дизельной выхлопной жидкости при экстремальных температурах Эти нагреватели обычно расположены в резервуаре DF и, или шланге, шлангах подачи инжектора-восстановителя Если PSM обнаруживает недостаточное напряжение в цепи управления для клапанов впрыска восстановителя для блока двигателей 1 блок 1, будет сохранен код P2048, и может загореться индикатор неисправности Какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P2048 следует рассматривать как серьезный и адресованный как можно быстрее система SSR может быть отключена Из-за этого, повреждение катализатора может произойти, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомами кода неисправности P2048 могут быть Снижение производительности двигателя Чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля Снижение эффективности использования топлива Другие коды, связанные с SSR Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода могут быть Плохой клапан впрыска восстановителя Обрыв или короткое замыкание в регуляторе клапана впрыска восстановителя Недостаточное DIF в резервуаре Плохой контроллер SSR PSM или ошибка программирования Какие шаги по устранению неисправностей P2048? Для диагностики кода P2048 вам понадобится доступ к диагностическому сканеру Цифровому вольтметру, О-метру, DVOM и источнику диагностической информации о транспортном средстве Если вы можете найти технический бюллетень обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска автомобиля, марки и модели, а также размер двигателя, сохраненный код, СИП Показанные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию Вам следует начать диагностику с визуального осмотра жгутов и разъемов системы подогревателя Сгоревшая или поврежденная проводка и, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены, прежде чем продолжить Для этого подключите сканер к диагностическому разъему автомобиля и получите все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра Запишите эту информацию перед очисткой кодов и проверяйте управление автомобилем, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен Код прерывистый и может быть намного сложнее диагностировать В настоящее время, если PSM входит в режим готовности, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться Прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет сброшен, выполните поиск источника информации о транспортном средстве Чтобы получить диагностический блок схемы, схемы выводов разъемов, виды лицевых разъемов, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов Эта информация потребуется для завершения следующего шага вашего диагноза Используйте DVOM для проверки питания системы управления SSR Проверяйте плавки и предохранители с загруженной цепью, чтобы избежать ошибочного диагноза Если обнаружены соответствующие цепи питания, напряжение аккумулятора и заземления, используйте сканер, чтобы активировать клапан инжектора редуктора, соленоид, и проверить выходное напряжение цепи управления Если напряжение недостаточно, предположите, что контроллер неисправен или произошла ошибка программирования Если выходная цепь напряжения находится в пределах параметров, используйте DVOM для проверки рассматриваемого клапана впрыска восстановителя Если клапан не соответствует спецификациям производителя, предположите, что он вышел из строя Клапан впрыска восстановителя фактически представляет собой инжектор на основе соленоида, который распыляет восстановительную жидкость в выхлопную систему Продолжение следует...